друзья мои всем привет сегодня мы пришли на один объект где заказчики попросили нас разобраться в ситуации ситуация следующем ламинат на полу и почему-то в некоторых местах он вздулся скорее всего что там под ним вода но откуда эта вода взялась нам сегодня предстоит разобраться будем скрывать ламинат если надо будет скрывать стяжку искать причину и соответственно мы постараемся ее устранить также здесь за стенку на душевая кабина возможны причины в ней мы пока не знаем ответ поэтому будем копать разбираться пояснять погнали и так вот в этом месте вот у нас шишки здесь 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 так предполагаем что вот здесь у нас проходит труба отопления как раз шишки появились тот момент когда дали отопление возможно причины в этом но возможно причиной вот в этом здесь застенка на душевая кабина вот здесь уже видно то что были подтеки но заказчик говорит то что подтеки были раньше чем появились эти пятна то есть когда перестали пользоваться душевая кабина здесь все высохло пятна появились как раз две недели назад в тот момент когда запустили отопление поэтому будем разбираться будем разбирать и смотреть итак друзья забегая вперед хочу сказать вам что мы эту проблему решили то есть нашли причину по которой происходит протечка и следующем видео мы покажем вам как мы эту проблему будем решать устранять и будем давать вам полезные рекомендации советы для того чтобы у вас у вас у вас у вас и у вас такого вот не произошло поэтому смотрите это видео до конца и обязательно посмотрите следующее видео про решение этой проблемы мне пока все мы продолжаем душевая кабина у нас выглядит вот так здесь уже заказчик сам промазал герметиком для того чтобы сделать герметизацию ну я так предполагаю почему протек был с той стороны то что герметизация гидроизоляция данной стены была сделана плохо также канализация возможно где-то подтекает первым делом нам надо снять этот порог снять плинтус и снять вот эти две плашки ламината потому что вот здесь вот вот этот плашечка уже идет с шишкой поэтому под ней уже явно что то есть вот уже мокро это влага не это это не пол это не пол это да так сняли плашку как раз в этом месте у нас проходит шов между этими укрывным подложкой да и этот вот получается он мокрая все надулся так ну что у нас либо вот это сейчас надо снимать и убирать подложку и смотреть ну возможно стена возможно пол пока в общем не ясно нет он не сухой мокрый гипс мокрый гипс ну что можно предположить то что все таки это не пол про протекает а вот именно вот с душевой потому что вот это вот вся часть она вот мокрая здесь был свободный участок там где не было подложки и сквозь нее просочилась вода следовательно нужно это все просушить и сделать хорошую гидроизоляцию душевой кабины в общем пока как-то так вон там как раз он в том углу трещина и оттуда все что вытекает предполагаем причина протечки вот в этом месте вот здесь получается напольная плитка у нас не дошла до стены ошибка потому что она должна заходить за стену и стена должна уже вставать на нее дальше трещина вот эта трещина получается и пропускает пропускает воду за стенку и там соответственно уже по полу вот проблема здесь решение проблемы вскрыть на данный момент все вот это вот цементную затирку убрать и сделать уже нормальную гидроизоляцию с помощью герметика залить его полностью тут уже заказчик сам пытался что-то сделать но у него не получилось сделать нормально гидроизоляцию и соответственно таким образом решить проблему но это не стопроцентный вариант потому что все это нужно делать изначально и правильно не нужно потом пытаться что-то доделать нужно сделать все сразу вот в общем такое вот такая вот проблема возникла из-за того что просто кто-то не соблюдает технологии ну еще по поводу тропа небольшую тут вопросик вот плитка вложена непонятно на какой раствор может цемент ну и в общем она подрезана вот таким вот образом никакой гидроизоляции здесь нету то что тут какая-то промазка была просто тупо уложили вот плитку на такой вот троп все заросло волосами конечно должно быть выглядеть вот так красиво но все безобразно смотри видишь плитка просто видишь как она нету никакого этого гидроизоляционного материала просто тупо лежит может она вот отсюда лишь отверстие оттуда может туда произошли не только вот в этом проблем может быть еще и здесь ну что друзья вот в общем такой вот небольшой получительное видео для вас для тех кто пытается сэкономить на мастерах думают то что если не заплатит меньше они сэкономили нет через какое-то время ваша экономия вернется к вам еще большем размере раза два в три на данном этапе конечно мы не будем здесь все переделать единственное что мы сделаем это гидроизоляцию заменим вот этот герметик на более хороший качественный ну соответственно уж никакой гарантии нету в том что когда-то будущем это все не потекет на данный момент как мы выходим из данной ситуации смеситель который стоит душевой кабине мы и временно уберем поставим заглушки для того чтобы душевой кабинкой не пользовались потом мы демонтируем все вот это основание также возможно мы демонтируем первый ряд плитки но это мы определим уже после вскрытия самого основания и уже потом мы будем производить гидроизоляцию сначала естественно все это надо будет просушить залатать там где нужно залатать и потом сделаем гидроизоляцию и уже после будем укладывать новую плитку на этот душевой поддон поэтому на данный момент мы убираем смеситель чтобы здесь им никто не пользовался чтобы протечки в будущем дальше уже туда за стеночку не было вот так вот видите закапал всегда делайте ремонт с первого раза и правильно это все чем хорошего ремонта пока до новых встреч вот такие дела